Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы будем проводить обрезку ремонтантной малины. Много вопросов в комментариях под видео о малине на нашем канале, где зрители спрашивают, не успели обрезать ремонтантную малину осенью и теперь не знаем как поступить. Друзья, у нас произошла в прошлом году такая же самая ситуация. Рано пришла зима, заморозки, не было возможности убрать, потому что временно уезжали, а когда вернулись, уже лежал снег, то есть осеннюю обрезку мы не проводили. Почему мы проводим обрезку ремонтантной малины осенью? Да потому что мы собираем единоразово урожай, он попозже будет, но он будет более массовый и нам так удобнее на протяжении, вот начиная с августа месяца, мы собираем более интенсивно плоды, ягоды с кустов. Если же не провести обрезку малины, ну бывает обрезка проводится на высоту 40-60 см по ремонтантной малине, тогда отрастают на прошлогодних побегах молодые веточки, однолетние побеги и собирается урожай на вот этих двухлетних побегах, которые остались не обрезанные с прошлого года и на побегах однолетних. Но мы собираем на своей ремонтантной малине только лишь урожай с однолетних побегов. То есть мы осенью полностью под корень срезаем, что я сейчас и буду вам показывать в этом видео, и ждем, когда с потеплением начинают выходить с почвы однолетние побеги, а с горизонтальных корней выйдут с каждой почки, которой под землей есть почки на корнях, выйдут однолетние побеги, друзья. Вот с этих однолетних побегов мы и будем собирать во второй половине лета урожай. Нам так удобнее и интереснее. Но если хотите растянуть и получить более ранний на ремонтантной малине урожай, то ее следует обрезать на высоту 60-80 сантиметров. Это будет первый урожай у вас, еще раз напомню, на двулетних побегах. И второй урожай вы будете собирать на однолетних побегах. Итак, перед нами сейчас ряд ремонтантной малины Таганка. Мы ее выращиваем уже множество лет. Выращиваем по траншейной технологии. То есть, ленточная технология подразумевает, что малина растет в ряд. Мы ее высаживали на расстоянии 40 сантиметров между собой. И вот сейчас, спустя два года, ряд у нас сформирован таким образом, что общую ширину он взял 40 сантиметров. Но вот как выходит у нас однолетние побеги, мы оставляем шириной 40 сантиметров. Друзья, и он как бы сплошную получается. Видите, сплошную, то есть, это самый, на мой взгляд, неплохой способ выращивания именно по схеме. По схеме оставления однолетних побегов. Потому что мы, когда будем прореживать однолетние побеги, формировать ряд, но это будет дальше, это будет в конце апреля, когда наиболее интенсивно начинают развиваться появившиеся из почек подземных молодые побеги. Вот тогда мы будем проводить формировочку, будем разреживать, оставляя определенное количество молодых побегов на одном погонном метре. Но мы еще берем за счет ширины. То есть, мы не строго в ленту оставляем, как в один рядочек, а вот как бы таким образом на широком пространстве до 40 сантиметров мы можем более интенсивно выращивать на единице площади количество побегов. Но давайте непосредственно вернемся к малине. Почему мы удаляем всегда многолетние? Потому что здесь сейчас зимует множество вредных насекомых, болезни пооставались, тоже зимовали и так далее, друзья. Поэтому мы, ну вот здесь где поведнее, под самый корень, пару сантиметров можно оставлять пенечки, но можно под корень. Обрезаем, проводим вот такую сплошную обрезку, не оставляя ни одного побега. И все вот это, что мы срежем сейчас, друзья, мы все это вынесем, конечно же, за пределы нашего участка. Некоторые пишут, что сжигают побеги старые, но мы этого не делаем. Мы выносим на компостную кучу, и они 3-4 года у нас там разлагаются. Это органическая составляющая. Мы не хотим ее сжигать. Разложение произойдет со временем, и мы затем уже вот этот полученный через 3-4 года компост занесем на огород и таким образом улучшим почву. Здесь же очень много органической составляющей, которая будет благотворно влиять на структурирование почвы, на то, что, ну разлагаясь, вы сами знаете, выделяется углекислый газ, что очень полезно при выращивании большинства огородных культур. И тем более мы потом разложенный компост после вот этих стеблей не будем использовать под малину. Мы будем использовать совершенно под другие культуры. Под томаты, под перец и под все, в общем-то, что мы выращиваем. Под капусту в том числе, друзья. Поэтому я считаю, сжигать это неправильно будет. Во-первых, дым, вы сами знаете, как пойдет дым по всей деревне, так людям задохнуться. Мы в последние годы вообще ничего не сжигаем. Вот. Когда необходимо провести такую процедуру? Обычно мы это делаем в осень. То есть, когда уже похолодает, пройдет листопад, закончится плодоношение, и все зимующие насекомые заберутся куда-то под кору. Где-то будут в щелочках вот этих вот на зимовочку соберутся, заснут там холодно, мороз, приморозок. Все, они на зимовку уже по такой погоде залегли. И тогда вот мы обрезаем и выносим, пока они... А вот сейчас весной, друзья, надо провести вот эту обрезку, если не успели, позднюю осенью, по холоду, пока еще не потеплело, пока не пошла травка, пока не проснулись, пока не проснулись вот эти зимующие насекомые, яйца, личинки и все прочие, кто здесь собрал, ну, зимует сейчас. Вот пока они не проснулись, надо провести обрезку и вынести это все подальше от участка. Таким образом, мы этим нехитрым действием уберем значительную часть фитосанитарной опасности, которая подстерегает нашу малину при дальнейшем выращивании. То есть мы сейчас вынесем большинство зимующих вредителей и патогенов заболеваний, которые, возможно, находятся от прошлого сезона на стеблях, на коре и так далее, и очистим. А если мы очистим таким способом механическим свои насаждения малины от вредителей и болезней, то, друзья, естественно, нам в течение сезона меньше придется работать какими-либо химическими, либо биологическими препаратами по малине. Почему? Да потому что, проредив вредителей и болезней, мы уже повышаем вероятность того, что наша малина не заболеет и не будет повреждаться различными вредителями. И не забываем, конечно же, после того, как провели обрезку, вот смотрите, мы здесь не проводили, естественно, не проводили уборку листьев. Вот это все будет выгребаться, потому что здесь тоже очень много вредителей может, под лист среди листьев, под листьями и так далее. Вот это надо все будет сгребсти и то же самое тачечкой с участка вывести на компостную кучу, друзья. И тогда вот на 50 минимум процентов мы очистим свой участок от вредителей и болезни малины. Только сделайте, пожалуйста, это все до наступления тепла, пока вот эта вся масса вот этой живности вредоносной не проснулась, не расползлась. Пока она не расползлась. Сейчас вынесем это все. Так что ничего абсолютно страшного нет в том, что если вдруг кто-то из вас не успел обрезать малину с осени, она спала всю зиму, она не выносила каких-то питательных элементов из почвы и так далее. Вреда никакого не было, вредители пока никуда не распозлись. Сейчас вычищаем, выносим это все и продолжаем ждать появления молодых побегов из почвы, на которых мы и будем собирать урожай. На этом видео по малине закончу, друзья. Это наша начальная, так сказать, работа на малиннике весной. Дальше, конечно же, будем продолжать выращивать. Буду рассказывать опять, как формируем ряд. Я на канале об этом уже когда-то рассказывал, но много новых зрителей, друзья. Так что будем повторять, будем выращивать, будем получать хороший урожай вместе с вами, наглядно, так сказать. А кто даже видел прошлогодние, я думаю, хорошая напоминалочка никогда не помешает. И вместе мы это обязательно сделаем. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.